Металлическая химическая связь Атомы металлов имеют некоторые особенности. Первое, на внешнем энергетическом уровне у них, как правило, находится от 1 до 3 электронов. Второе, относительно большой радиус. Третье, большое число свободных орбиталей. Атомы металлов достаточно легко отдают свои валентные электроны, в результате превращаясь в положительно заряженные ионы, катионы. Процесс отдачи электронов происходит не только при взаимодействии металлов с другими атомами, но и друг с другом. Это объясняется тем, что при сближении атомов-металлов их свободные орбитали перекрываются, вследствие чего валентные электроны могут перемещаться с орбитали одного атома на свободные и близкие по энергии орбитали других атомов. Таким образом, получается, что в металлах формируется совокупность электронов, которые постоянно перемещаются между ионами. В результате этого непрерывно протекают два противоположно направленных процесса – образование ионов-металлов из нейтральных атомов из-за отдачи валентных электронов и присоединение электронов к ионам с образованием нейтральных атомов. Структура металлов характеризуется металлической кристаллической решеткой, в узлах которой попеременно находятся нейтральные атомы и катионы металлов. Поэтому частицы, находящиеся в узлах решетки, называют атом-ионами. Электроны, которые образуются в кристалле металла, свободно перемещаются внутри него и компенсируют взаимное отталкивание между положительно заряженными ионами, а также они удерживают атомы в составе этого кристалла. Электроны становятся общими для всех атомов и ионов металла, таким образом связывая их друг с другом. Металлическая связь – это химическая связь между атомами в металлическом кристалле, металле или сплаве, которая образуется за счет обобществления их валентных электронов между атом-ионами металлов. В образовании металлической связи участвуют все атомы кристалла металла, а также она не имеет направленности в пространстве, чем сходна с ионной связью. При образовании металлической связи происходит обобществление электронов, в чем проявляется сходство с ковалентной связью. Свойства металлов определяются металлической связью и металлической кристаллической решеткой. Рассмотрим эти свойства. Пластичность – способность металлов изменять форму под действием механических нагрузок, давления, силы. Эта способность металлов объясняется тем, что под механическим воздействием одни слои атом-ионов в кристаллах легко смещаются относительно других без разрыва связи между ними. Пластичность металла можно определить тем, насколько тонкий лист металла можно из него сделать. К самым пластичным относятся золото, медь, серебро. Электропроводность – это способность проводить электрический ток. В кристаллах металлов находится совокупность подвижных электронов. Под действием электрического поля электроны приобретают направленное движение. Серебро и медь лучше других металлов проводят электрический ток, чуть хуже алюминий. К худшим проводникам относятся марганец, свинец, ртуть и вольфрам. У вольфрама настолько большое электрическое сопротивление, что при пропускании через него тока он начинает светиться, что успешно используется в изготовлении нитей в лампах накаливания. Теплопроводность – это процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей к менее нагретым частям, осуществляемой хаотически движущимися электронами. Металлический блеск – способность металлов отражать свет. Высокая способность к отражению световых лучей характерна для ртути, серебра, палладия, алюминия. Из них изготавливают зеркала, прожекторы, фары. Окраска большинства металлов серебристо-белая, у золота и меди – красно-желтая. Металлические сплавы, как и металлы, связаны металлической связью и в основе их структуры лежит металлическая кристаллическая решетка. Физические свойства сплавов отличаются от физических свойств металлов, из которых они сделаны. Зачастую сплавы обладают более полезными свойствами, нежели чистый металл. У бронзы, например, прочность выше, чем у составляющих ее меди и олова. Чугун и сталь – прочнее чистого железа. Дюралюминий – сплав алюминия, магния, марганца, меди и никеля – в четыре раза прочнее алюминия. Сплавы обладают большей прочностью, коррозийной стойкостью, твердостью, лучшими литейными свойствами, в связи с чем используются намного чаще чистых металлов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова